О, привет, Федор Сергеевич! Чем занимаешься? Короче, мам, у меня важное дело. Меня друзья в поход позвали. Я не знаю, что взять с собой. Так, поход – это классно. Что же в поход нужно взять? В поход нужно взять палатку. Сейчас я приду. У нас где-то была. Сейчас я ее поищу. Правильно, неси скорее. Вот, Федор Сергеевич, у нас есть палатка. Поставишь ее? Если не получится, позвонишь мне, и я тебе помогу. Палатка – это очень важная вещь в походе. Спасибо, мама. Первый пункт выполнил. Сейчас запишу его. Федя, а чем ты занят? Меня друзья пригласили в поход. Составляю список всего необходимого. Так, очень интересно. Поход – это вообще круто. Это такое развлечение. Балдежь. А что у тебя первое там в списке? Первый пункт. Мне надо что-то в чем ночевать. Например, палатка. Хм, палатка. Ну, вообще, это правильно. Ну, например, если нет палатки, есть несколько вариантов. Сейчас я тебе расскажу. Ну-ка, ну-ка, расскажи. Ну, это все зависит от того, например, в какой лес ты попадешь. Ведь можно найти хижину охотников. Там вообще все есть. И крыша, и кровати. Это лучший вариант. А если я не найду такую хижину? Хм, ну тогда, например, можно вырыть глубокую землянку в земле и там переночевать. Так это тяжело. У меня столько сил нету. Ну тогда, хм, найди пещеру и в ней переночуй. А если там медведь? Да. Что-то я не подумал. Ну, в таком случае, просто построй шалаш из веток. Точно. Ладно, я подумал, как его построить. Ну вот и отлично. Папины советы. Лучшие советы в мире. Так, а теперь, Федор Сергеевич, нам надо подумать, как ты в палатке будешь спать. В смысле, как, мама? Я буду на земле и буду спать. На земле, Федор? Твердо. И можно простудиться? Сейчас я кое-что тебе принесу. Вот, смотри, что я принесла. Простынь. Постелишь на дно палатки. Подушка. И теплое одеяло, чтобы не замерзнуть. А еще, твой любимый Мишка. Ты все время же с ним спишь. Вот и в лесу будешь с ним спать. Отлично. Второй пункт готов. Так, папа, с шалашом мы разобрались. А как мне в нем спать-то? Да, Федор Сергеевич, ты прав. Просто в шалаше... Хм, можно и замерзнуть, если будет плохая погода. Ну, во-первых, записывай. Так, записываю. Для того, чтобы в шалаше было удобно спать, нужно под шалашом землю очистить от шишек, чтобы в боку ничего потом не давило. Это первое. Второе. Очищенное сухое место надо застелить ветками, там, от елки или от сосны, чтобы холодно не было. Так, записал. А накрываться чем-то? О, точно. Так, подожди секунду. Сейчас мы почти весь этот вопрос и закроем. Вот, Федор, смотри. Тебе не придется искать ветки, подстилать их под себя. Ведь существуют специальные походные коврики. Удобные. И холод не пропускает. А еще я тебе в поход дам спальный мешок специальный. Ты залезешь в него внутрь, застекнешь молнию. И вообще никакой холод тебе не страшен. Ни ветер, ни даже дождь. Он непромокаемый. Ха, сюда еще и вещей можно всяких наложить. Отлично, пап, спасибо. Мама, как не ночью в лесу быть? Там же темно очень. Ну да, ты прав. Ну смотри, что у меня есть. Возьмешь с собой компас, ориентироваться по нему легко. А еще ночник на батарейках. Он будет работать у тебя в палатке. Захочешь, можешь выйти и посветить, где тебе надо. Супер, клади к моим вещам. Папа, а мне в лесу не нужен какой-нибудь компас или фонарик? Хм, а зачем? Так ночью уже темно. Как мне ориентироваться? Ха, ну, во-первых, дети ночью должны спать. Даже в походе. А во-вторых, компас. Зачем тебе этот лишний вес? Всегда ночью в лесу есть звезды. Пап, а если тучи и звезды видно? Хм, так костер разведи. Значит, мне нужны поход спички. Не-не-не-не-не. Спички детям не игрушка. Возьмешь две палки, будешь их сильно тереть друг от друга, и будет тебе костер. Так наши предки всегда делали. Ха, так что записывай, и веса меньше нести надо. Отлично. Найти палки в лесу. Федор Сергеевич, что я подумала? В лесу куча комаров и клещей. Тебе нужны специальные средства для защиты. Сейчас я принесу. Так, отлично. Средства от насекомых. Федор Сергеевич, смотри. Это тебе спрей от комаров. Это спрей от клещей. Это спирали расставишь вокруг палатки. А это мазь после укусов. Если вдруг кто-то посмеет тебя укусить с этим набором средств, помажешь потом место, чтобы не чесалось и не болело. Поп, а что делать с клещами, с комарами или с медведями в леду? Ого. Ха, а медведя надо ловить и съедать. Ха, в походе. Ну это, конечно, я шучу. От медведя разожжешь костер. Например, животные боятся огня, не подойдут. А чтоб комары не кусали, в костер надо подкладывать сырые ветки. Они будут давать дым и разгонять комаров. О, круто. А если клещ в палатку заберется? Хм, клещ, клещ. О, была где-то тут у меня, вот она, мазь. Типа от клещей. Звездочка называется. Ничего, помажешься, ни один клещ не укусит. В рюкзак тебе кину. Спасибо, пап. Так, все необходимое взяли. А что мне в походе кушать, мам? И-и-и, чуть не забыла про еду. Пойду в свою суп, налью его тебе в термос. Чай тепленький, чтоб не замерзнуть. Бутербродов наделаю. Сейчас я быстро. Федор Сергеевич, смотри, сколько я тебе всего приготовила. Здесь целый термос супа. Здесь чай с ромашкой, как ты любишь. А тут бутеров целая миска. Так что ты будешь сыт и счастлив. Ого, так много. Ставь к остальным вещам. Пап, а чем мне питаться в походе? Хм, ну да. Без еды в походе никак. В походе нужны силы. Ну так это, грибов насобираешь. И рыбу поймать можешь. У меня удочки нету. Как я рыбу сломлю? Так это, сейчас я тебе моток лески принесу. Возьмешь какую-нибудь палку, привяжешь, в крючок прицепишь. И лови себе сколько влезет этой рыбы. А грибы, они медленные. Не успеют от тебя убежать. Догонишь. Да, все так просто. Тогда неси леску и грибчок. Сейчас принесу. Вот, у меня еще с моих походов остался мини-рыбацкий набор. И много места не занимает. Отлично, спасибо. Думаю, справлюсь. Мам, а если мне скучно в походе станет, то что мне делать? А если станет скучно, смотри, у тебя же куча на столах. Возьмешь их с собой, возьмешь еще книжку и раскраску зеркальную. Пожалуйста, сразу станет весело. Ну да, с такими играми не соскучишься. Скоро есть кучку. Ну все, Федор Сергеевич, ты уже готов в поход. Осталось только все сложить и вперед. Чего ты чешешь голову? Все собрали для похода. Мам, а как мне это все унести теперь? А что сложного? Сейчас мы это все занесем в багажник и я отвезу тебя в поход. Отвезешь в поход? Обычно туда ходят. Ну ладно. Пап, а как в походе себя развлечь, если вдруг скучно? Что это за поход, если тебе в нем скучно? Ну ладно, если вдруг заскучаешь или дождь идет, то возьми вон свой кубик Рубика. Будешь в шалаше сидеть, мастерство оттачивать. Точно, с ним будет весело. Ну вот, бери этот кубик Рубика и иди складывай вещи в рюкзак. Ведь пора уже в поход отправляться. Это на плечи, а это рядом подмышку. Ну все, настоящий походный мастер. Хорошего похода, Федор Сергеевич. Ух ты, и налегке, не то что ума.